Добрый день! Здравствуйте и приветствую вас, друзья мои! Как всегда, для начала поставьте мне огоньки, если хорошо слышно и видно. Всё, меня слышно и видно. Ну что ж, сказки – это очень интересная тема, а как с помощью них поменять поведение детей ещё интереснее. И Александр Сергеевич Пушкин говорил, «Сказка-ложь», «Давний намёк», «Добрым молодцам урок». Может, до него ещё кто-то говорил, не в рифму или как-то. Но что такое сказка? Сказка – это придуманная история. И это придуманная история, не просто с воздуха его взяли, а по каким-то особым канонам делали. И мы сегодня будем знакомиться с этим, будем разговаривать, даже поговорим о том, как могут быть опасны сказки. Потому что сказка – это мощный инструмент, очень мощный, и она может быть как хорошей, как и отрицательной. Друзья мои, вот я вижу воспитателей детского сада, психологи, да? Хорошо, мой рассказ будет не столько для психологов, а обычным педагогам. Психологи тоже, и профессионалы найдут свои какие-то интересные элементы обязательно. Но поскольку большая часть нашей аудитории – это учителя, я буду говорить с наиболее простыми словами, наиболее понятные вещи. И я надеюсь, что сразу после вебинара, хоть завтра-послезавтра, вы сможете эти знания приложить прямо на практике. Пойдете в свои коллективы, в свои классы, группы детского сада, да? И с ребятами позанимаетесь. Итак, что такое сказка-терапия? Это такое направление. Раньше, если были просто сказки, бабушки рассказывали, воспитывали нас на сказках, то сейчас это целое направление, потому что действительно психологи распознали, что это мощнейший инструмент. Воздействие сказкой с целью лечения, терапии, коррекции, развитии средой, особой сказочной обстановкой, в которой могут появляться потенциальные части личности. Смотрите, какая интересная фраза. Потенциальные части личности. Талантливый человек, обычный – это человек, у которого раскрылись внутренние способности, то есть его потенциал проявился. Иногда мы видим так неинтересного, скучного человека. Он потому-то и скучен, что его потенциальные части не были развиты, не было условий для того, чтобы раскрылась его внутренняя суть. И вот сказка-терапия – это такой инструмент, который помогает, чтобы те семена, которые есть в нас, в детях, они расцветали, произрастали, или хотя бы создать почву для того, чтобы в будущем там появились какие-то великолепные вещи, способности и таланты. Сказки обычно бывают, обычные сказки трех видов. Это бытовые, которые знакомят детей с обычными вещами, этикетом, пошел туда, сделал это, получил то. Сказки о животных. В сказках о животных больше открывается характера людей. Например, когда я говорю «петух», этот человек, он как петух, образ петуха, у вас сразу в голове выстраивается определенная картина, что он такой горделивый, крикливый немножко, вот так грудь напыщена. Если говорю «лиса», сразу появляется вот такая легкость немножко, хитрость, лукавость, может, какая-то женственность. Да, если это лиса-девушка. Волк он прямой, немножко не такой далекий, но в нем есть такое зло, может, злое, может, голодные, вот эти какие-то понятия. Зайка шустрый, убегающий, быстрый, резкий, вот, и появляются вот эти качества. Когда мы говорим «медведь», у нас меняется характер. И вот с помощью сказок о животных очень удобно, а медведь, да, действительно, медведь, он такой тяжеловатый, проявляется характер, определенный, и по этим характерам, с помощью животных мы раскрываем как раз эмоциональную сторону ребенка, эмоциональный интеллект развивается. Потому что, например, одно чувство обида, зайка по одному будет обижаться, лиса по-другому, медведь по-третьему, да, ну, как будет зайка обижаться? Зайка может будет сидеть, так, зажав лапки, лапки в какой-то момент, ну и что? И пошел дальше, да, а лиса, так, меня обидели? Да, а что я могу сделать в ответ? Еще сильнее обидеть. Да, и появляются определенные следующие шаги, то есть, исходя из характера, открываются новые, какие-то другие стороны. И медведь обиделся. Медведь, он большой, он сидит такой надутый. А вот медведю нужен кто-то с стороны помочь ему, чтобы он из этой обиды вышел. И проявляются таким образом разные качества. Есть волшебные сказки. Волшебные сказки – это уже нечто совершенно другое. Там появляются, хотя не совершенно другое, там все это есть, могут быть и звери, и животные, и они, появляется еще и волшебная палочка, какое-то волшебное качество. Животные, да, Баба-Яга, Кощей Бессмертный, которые обладают сверхъестественными способностями. Или вещи, которые позволяют нам владеть какими, опять же, сверхъестественными способностями. Это скатерть-самобранка, или плащ-невидимка, шляпа-невидимка, различные варианты. Это идеи быть видимыми и невидимыми. В волшебных сказках мальчик может превратиться в девочку, а девочка – в мальчика. Вот такие интересные истории. Теперь поговорим о том, как внедряется информация в мозг человека. Любая информация, которую мы слышим, она входит в нас. У взрослых людей есть свой фильтр. Мы через этот фильтр контролируем, что-то пускаем, что-то не выпускаем. У детей этого фильтра пока нет. Поэтому первое, чему учат и учат взрослые, это понимание, что хорошо, что есть хорошо, а что есть плохо. Вот и получается, что через наши слова, наши рассказы внедряются определенные категории в сознание ребенка. Мозг человека состоит из трех частей, условно, там много разных частей, но есть самый древний мозг, рептильный мозг. Задача этого мозга – выжить, выжить и продолжить род. Оно определяет за такие первичные вещи, как убежать от погони, не стать чьей-то добычей и продолжить род. Дальше идет лимбический мозг. Лимбический мозг, он моложе рептильного мозга, он отвечает за наши эмоции, чувства. То есть сюда прибавляется еще, что мы чувствуем, что нам нравится, чего, что греет души. Иногда еще и говорят его мозг млекопитающего, когда у человека появляется любовь, чувство заботы о ком-то, защищенности, и когда он через чувства понимает полезность и бесполезность. И самая молодая часть мозга – это неокортекс. Он кажется более большой. На самом деле это тонкая пленочка, которая окутывает весь головной мозг. И оно самое интересное, что тратит огромное количество энергии. 20% энергии всего тела тратит наш неокортекс. Так вот, любая информация, которая входит в нас, она поддается обработке. Для рептильного мозга сжимается до минимального состояния вот такая информация, сжимается вот в малюсенькую, чтобы сохраниться. Это как у нас CD или USB, вот эти, раньше, помните, были пластинки виниловые, и там звучало 15 минут на одной стороне. Теперь у нас тонны информации помещаются в одной маленькой флешечке. Это архивация, сжатие информации для его сохранности. Так, рептильный мозг очень сильно сжимает информацию и оставляет самое необходимое, то, что помогает выжить. Лимбический мозг тоже сокращает, сжимает, оставляет для какой-то части. Неокортекс сжимает совсем чуть-чуть, и то не сразу. То есть вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, мы с вами думаем, продумываем, это у нас активизируется неокортекс, то, когда вы пишете, расписываете какую-то историю. Оно поэтому тратит очень много информации. После обработки он попадает в лимбический мозг и сохраняется в рептильном мозге. Так вот, почему мы сейчас это говорим? Увидите дальше. Вот лимбическая система занимает 10% мозга, рептильный мозг тоже 10%, а неокортекс 80%. И если лимбическая система отвечает за регуляцию функций внутренних органов, это когда мы волнуемся, у нас сердце начинает быстрее работать или меньше, обонятельная функция, пущевой, половой, оборонительный, материнские инстинкты, все эти инстинкты, формирование мотивации, эмоции, поведенческих реакций. Самое интересное, что эти поведенческие реакции записываются и сохраняются в мозге человека. А напишите, пожалуйста, вот бывало ли вам, вот встречали ли вы, когда взрослый человек ведет себя совсем как ребенок? Вот из-за простых вещей может кто-то обижается, и вы смотрите, ну взрослый человек, ну разве можно было на это обижаться? Да. Или вот спонтанная, такая резкая реакция на простые какие-то вещи. встречается часто. Знаете почему? Потому что такая реакция сформировалась в глубоком детстве, иногда еще, когда ребенок был в люльке, и так и осталось. И дальше не перерабатывалось, не перерабатывалось с неокортексом. Ребенок так научился защищаться, ну что получилось? Что-то ребенку не устраивает, он плачет, мама приходит, помогает, и он знает, что вот да, плачет, а поможет. Или делает, нахмурит, насупит бровки, и родители рядышком приходят и помогают. Формируется такой механизм. Почему? Потому что это энергосбережение. Вот что с этим можно делать? Как раз с помощью сказок мы будем восстанавливать вот такие реакции и перерабатывать по-новому. А перерабатывает по-новому их неокортекс. А поскольку неокортекс пожирает очень много энергии, организм выделяет себе шаблонные сценарии, по которым он работает. Так вот, неокортекс нас чем занимается? Интеграцией и систематизацией информации она берет, мы анализируем, и а где левые, правые полушария? Они существуют, здесь есть. Сегодня немножко не об этом. Мы говорим о древней и более молодой части мозга. Развитая речь, то, что мы развиваемся, думаем, рациональное и логическое мышление, способности и таланты, они все в неокортексе. Сосредоточенность на будущем, планирование и инициативы, потому что рептильному олимпическому мозгу вообще не важно будущее. Оно сейчас есть, вот сейчас бы выжить, сейчас было бы хорошо поесть, поспать и все великолепно. А вот мы планируем, а вот я хочу дом купить, дачу, там цветы посадить, урожай пойдет или отдохнуть, поехать на море. Вот это неокортекс, который планирует, составляет вот этот активный выбор из фондов памяти. Что такое? У нас в памяти остается любая информация, даже та, которая нам кажется, что она забыта, она есть. Так вот, когда человек может из памяти вытащить осознанно какие-то куски и переработать, это и есть активный выбор из фондов памяти. Контроль внимания эмоций, инстинктов и самокритика. Вот это неокортекс-то и может вытащить первичную реакцию, которая записалась в детстве о том, о чем мы говорили, а потом его переначать, передумать, осмыслить и выбрать альтернативные сценарии действия в таких же ситуациях. Так вот, почему же имеются эти шаблоны? Потому что это экономит энергию, потому что это позволяет очень быстро принимать решения в каких-то ситуациях. Вот вы увидите человека, он вам или понравился, или не понравился, почему-то, вы даже не понимаете, почему сразу не понравился. Я ему не доверяю. Возможно, они какая-то голубая кофта и еще глаза карьего цвета и кудрявые волосы, а у вас в детстве мальчонка прямо с этими тремя характеристиками обидел. Все, у вас зафиксировалось это состояние. И если не включить дополнительные части мозга, вы не сможете проанализировать. Поэтому говорят, что первые ощущения самые верные. Иногда говорят, иногда верные, иногда не совсем. Вот это первое ощущение, которое сразу принимает человек мой-немой, это принимает рептильный мозг. Первичная задача всего это охрана жизни и продление рода, потому что рулит балом все-таки рептильный мозг, при том, что он самый ленивый, самый старый, он самый мастырный и упрямый. Он принял решение и чешет дальше, не обращая ни на что. А теперь приступим к сказке. Какие достоинства есть у сказки? У сказок, которые мы читаем, это глубинный смысл. Кстати, я не совсем узнала. Скажите, вы занимаетесь сказками? Вы сказкотерапией как-то анализируете сказки или просто читаете, как есть и все? Если у вас в сфере вашей работы в детском саду, в школе или в каком-то домообразовании, да, конечно, анализируем. Информацию подаем в форме сказок. Прекрасно, прекрасно. Я наткнулась в интернете на сайт, где, знаете, что сказочная математика, где математические правила рассказывают с помощью сказок. Очень интересно. И правила русского языка, какие-то вещи. Анализ обязательно. Да, друзья мои, анализировать обязательно нужно. Итак, у сказки есть глубинный смысл, ее мораль не дидактичный. Метафора не директивна. То есть это в хорошей сказке зло и добро не сильно разделяются. То есть они есть, вот это хорошо, это плохо, но иногда злого можно пожалеть. Оно намекает и направляет. И человек начинает на опыте понимать и в каких-то ситуациях злой может поменяться, стать более мягким, а мягкий может стать немножко более устойчивым. Вот, прекрасно, мы проводим сказку-терапию. Отлично, отлично. В группах. Угу, угу, угу. Ну, что ж, друзья мои, у вас очень хороший опыт, здорово. возможно, вы сегодня что-нибудь новое у вас зародится для того, чтобы более интересно проводить какие-то новые элементы, добавить. Сочиняем музыки, сказки о музыке. Здорово. Собирательность образа глазного героя, то есть главный образ собирает себе некие качества. Вот животное, как я говорила, это ведь тоже собирательный образ и неопределенность местодействия. Многогранность, многоуровневость, и каждая сказочная ситуация имеет множество граней и смыслов. Философское экзистенциальное осмысление действительности и раскрытие потенциальности. Вот это достоинство обычной сказки, не терапевтической, обычных тех сказок, которые мы рассказываем. Но вместе с тем в сказках есть большая опасность. В чем опасность? Первое это ошибочные интерпретации. Здорово, создаем поделки по сказкам из бисера, можем придумать сказку под сделанного персонажа, вообще великолепно. В работе с детьми с ОВЗ. Отлично. Смотрите, сказки, как я сказала, мощный инструмент и обоюдоострый, он может быть очень вредным. Пример вредной сказки хотите? Это Маша и медведь. Это то, что постоянно показывают вот несколько сезонов, мы смеемся, сидим, это настолько интересно. Но в итоге, что мы видим? Мы видим бессердешную Машу, которой абсолютно наплевать на Мишку, а Миша мычит и не говорит, он не разговаривающий медведь, обычно животные в сказках разговаривают, но в мультике Маша и медведь, медведь немножко такой грубоват, его все время обижают, он все терпит, терпит, терпила. Причем медведя воспринимают как мужчину и девочку воспринимают как женщину, женский образ. И вырастает целое поколение с неправильно сформированным отношением к жизни, потому что с ними никто не сидит эти сказки не обсуждает и не проявляет, редко кто это обсуждает, никто это, конечно, не надо говорить, потому что есть все-таки люди, родители или учителя, которые могут обсудить, а хорошо ли поступило, а разве так можно, вот с мамой и папой можно ли было так сделать или нет. Также Том и Джерри, действительно, эти мультфильмы очень яркие, создают неправильный образ. есть ошибочные интерпретации. Дети малые по себе сами в голове своей интерпретируют сказки, и если не анализировать, мы не знаем, вот, что в голове ребенка творится. Идеализация несовершенных героев. как раз Маша несовершенная герой становится идеалом. Для кого-то, для мальчиков именно вот это терпило, терпеливый медведь. Ожидание чуда из внешнего мира. Некоторые сидят и ждут, а когда же чудо случится сверху, кто-то придет на голубом вертолете, да, с одной стороны, хорошо, что чудо есть, но нужно еще и обязательно акцентировать внимание, что герой сделал что-то, за что получил он, вот, например, палочку-выручалку. Он не просто его нашел где-то, а потому, что он кому-то что-то сделал. Принятие моделей поведения неосознанно. Вот, когда берет модели и повторяет, да, дети очень любят, например, Человек-паук, а деле повторяют яркие образы и не только его. вот здесь надо осознать. Зло и добро, добро и зло интерпретивно как глупость, смех над горем. Да, часто так и идет, друзья мои. Кстати, у нас я здесь кроме слайдов прикрепила два флайда, две еще, два документа, они скачаны из свободных в интернете страниц. это свободные материалы. Я даже многих авторов не знаю, что, конечно, жаль, но эти сказки спокойно качают, и там есть сказки для подростков, один файл, и для детей дошкольного возраста, что тоже очень важно. И, например, сейчас люди идут, взрослые идут к психологам, и у них вдруг обнаруживается синдром Золушки. Что может прекраснее быть Золушки? Это же такая сказка. А что получается? Ребенок неосознанно взял на себя образ Золушки, потому что сверху пришла фея, что-то хорошо получилось в ее жизни, и ребенок берет этот образ. Золушка постоянно мечтает, рассеянно, не обращает внимания на важные дела. Она делает все для всех, свои дела забывает. У нее заниженная самооценка. Стремление заслужить уважение при помощи покорности. Это неумение доказывать свою точку зрения. Реальные сказки, как это могло вообще родиться в голове? Ирина Нажигалова, вот не могли бы вы комментировать, это, наверное, отдельная история. Можно специально такой вебинар сделать, взять такие сказки и обсуждать, куда они могут там насилие и жестокость. Да, есть такое. Стремление заслужить уважение, закомплексованность. И самое интересное то, что человек с синдромом Золушки, даже поймав своего принца, вместо того, чтобы стать королевой, она внутренне остается той же самой Золушкой. она пытается угодить, хотя, например, если мы берем историю Золушки, это же образованнейшая девушка, которая могла танцевать на балу с принцем, она могла вести с ним беседы, значит, оказывается, она из очень богатой семьи, у нее есть богатый внутренний мир образования, и какой-то инфантильный папа, и вместо того, чтобы защищать саму себя, или чтобы папа защитил ее, так она защищает папу. Здесь нарушена и родовая последовательность, и какие-то вещи, и ребенок, если им импонирует образ Золушки, там, платье или что-то в мультфильме увидела, и берется, создается в голове, вот, записывается уже на подкорку, а мы уже узнали, что какие-то вещи автоматизируются для того, чтобы экономить энергию. Что получается? Как только кто-то проявляет неуважение, вместо того, чтобы человек сказал, знаете, вот, эта работа требует, я работала над этим, пожалуйста, внимательнее относитесь к этому, она говорит, да, хорошо, я пойду поменяю, что вы говорите, что вы скажете, она меняет, приходит, опять ее недовольны, да, там еще что-то, а потом она не понимает, почему так происходит, из-за комплексованности всегда в тени, в тени, в тени, и с надеждой, что кто-то придется. Да, получается такое, есть синдром белоснежки, это беспокойство и депрессия за то, что не приняли страх старения, зависть, соревновательные желания перед молодыми и красивыми женщинами, да, там, кто красивее свет мой зеркальце, скажи, да, всю правду доложи, что-то тоже похоже, вот, в образе мачехи, которые не принимают это, одержимость здоровьем и физической красотой, зависть к женщинам, искаженная самооценка, у спящей красавицы все плохо, никого нет, сидим, ничего не делаем, главное сейчас поспать, отдохнуть, может, кто-то придет, сделает волшебное, это поцелует, приласкает или что-то, и когда ты человеку говоришь, давай пойдем, сделаем, ты же можешь это сделать, да, но, и вот это да, но появляется постоянно в жизни, да, ну что скажут люди, на что, если не получится, да, я бы могла, но у меня не хватает вот этого, да, я, конечно, хочу, но, и вот это, но, это то опасное, что есть в сказках, и это появляется в том случае, если мы не анализируем с детьми сказку, не вытаскиваем слой за слоем информацию, и не анализируем, так, да, у лисички будет болеть живот, если, да, голова будет болеть, если не проработана информация, как еда должна быть проварена, и еще и желудок переваривает, так хорошо, озвучьте положительный герой, вы знаете, все герои положительны, если мы анализируем, вот все герои, золушка, она прекрасна, она трудолюбива, она изменилась, но, какими качествами мы еще анализируем, а после того, как она встретила принца, она изменилась, она изменилась, когда изменились внешние обстоятельства, когда она уже в замке, не служанка, а хозяйка, какие обязанности на себя возьмет, вот если мы анализируем, то она превосходна, то же самое белоснежка, вот это состояние белоснежки, это определенный этап, жизни, но не окончательный его сценарий, мы можем продолжить эту сказку уже дальше, и нет плохих героев, даже Баба Яга не столько плохая, и Кащей Бессмертный тоже не очень плохой. Как выбрать сказки для поведения детей? Во-первых, определить те качества, которые мы хотим изменить, определить новые качества, которые хотим внедрить, то есть мы старое взяли, стерли, на место что-то обязательно новое должно прийти. Если мы работаем, например, с обидой, человек обижается, уберем обиду, а что на месте будет? Что на место обиды придет? Злость придет? Обесценивание себя? Или агрессия? Что-то там должно расти, так мы сами планируем. Есть ли у человека обиды? Что можно сделать? Во-первых, разобраться, хотел ли этот человек тебя обидеть, или ты обиделся, ты говоришь, знаешь, мне было неприятно, когда ты это сказал. Он говорит, ой, я даже не заметил, как тебя обидел, я не хотел этого, я хотел сказать вот это, 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 да? То есть мы внедрили новый шаблон поведения. Это насчет обиды. А сколько таких ситуаций есть? Найти или придумать сказку с желаемым эффектом. Как найти? Вот в тех файлах, которые я дала, или прямо в интернете, в гугле, в яндексе забиваем. Сказка, чтобы ребенок легко засыпал, чтобы, ну, смотря какой возраст, да, преодолевал на преодолении агрессии. Задаете запросы, выскакивает огромное количество сказок. Выбирайте, читайте. И вот здесь как надо выбирать. Дальше выбираем, чтобы эта сказка подходила ребенку. Главный герой должен быть похож. Сказки уливы про эмоции отличные. Отлично. Вот, смотрите, вам уже подсказывают, где можно брать сказки. Этапы подготовка. Определяем ситуацию, поведение, которое хотим корректировать. Подбираем подходящую сказку. Рассказываем вслух кому-нибудь и смотрит на реакцию. Может быть, взрослому. Почему? Потому что иногда, когда мы говорим вслух, туда прибавляется и наше ощущение. И мы в это не верим. Но не все напечатанное в интернете или в книге. Даже вот я, например, не могу читать в Гоголе. Я в школе принципиально не могла. Ревизор прочла о мертвые души. Я две страницы закрыла и пошла. Это не мое. Я не воспринимаю. Я не могу читать Булгакова, мастера Маргарита. Я ее когда-то читала в девятом-десятом классе. Я ее вообще не помню. Не воспринимает мой мозг. А какие-то другие произведения настолько мои, что я воспринимаю. Если вы сказки не понимаете, не чувствуете, друзья мои, то вы не доведете до ребенка. Поэтому хорошо порепетировать, рассказать кому-то. Выпишите вопросы для обсуждения. Пусть у вас будут наброски. Во время работы обязательно что-то изменится. Потому что вы будете наблюдать за реакцией ребенка, за реакцией детей. И будут проявляться новые вопросы. Но у вас в запасе должен быть свой вопросник. И обычно к терапевтическим сказкам всегда вставляются дополнительные вопросы. А почему так герой сделал? А как он чувствовал? А что он чувствовал? Вы смотрите на реакцию детей и уже задаете эти вопросы. Потому что они должны высказать. Если в них что-то кипит в детях, им нужно, чтобы они проговорили и услышали, может быть, получили обратную связь от вас, от других людей. Проанализируйте. И подумайте, как подготовить ребенка к рассказу. Потому что с бухты, барахты мы не начинаем рассказ. Мы его обязательно подготавливаем и в какой-то момент говорим. Вот, колобок был в масле изжарен. Он сбежал как раз потому, что его на окошко положили остывать. Так что радуйтесь, что ребенок онкологически мыслит. Он прав. Да, ребенок так сказал. Вот. Кстати, очень интересное мнение. Итак, этапы работы над сказкой. Уже начинаем работать. Почитали с детьми сказку. Да, зачастую анализ проблемы, проговорить вслух, помогает найти ответ. Да. Почему? Потому что он выходит в область осознанного мышления, неокортекса, который анализирует, принимает решение. Дальше это сохраняется уже как новый сценарий поведения. Не тот детский, который был еще в люльке как бы задан. Но вот новое. Почитать сказку. Анализировать каждый элемент. Возможно, разные элементы при повторных чтениях. Дети очень любят, когда одну и ту же сказку пересказывают много раз. Каждый раз у них раскрывается новый слой. Включить тело. Обязательно включаем тело, потому что наше сознание, наша память запечатлевает по нескольким каналам. Это визуальный, аудиальный, киноэстетический и аналитический. То есть нужно, чтобы тело двигалось, нужно, чтобы пальцы, руки прикасались. Иногда вот с детьми делают упражнения, да, руки, покажи руки. Руки радуются. Как они радуются? Они вот так радуются, могут вот так смеяться, могут прыгать по столу. Маленькие дети как радуются. Они сердятся. Вот так, вот так, вот так, кусают друг друга. Вот сердятся руки, да, все, показали, сердятся. Обиделся, вот сделал так, и жалился. Вот видите, обида. Тело почувствовало. И когда мы вот эти эмоции позволяем ручками играть, или в теле, и какой обиженный сидит зайчик, да, а как он обрадовался, он увидел, удивился глазки, и мимика, эмоции. И тело должно повторить, идти эмоциональное состояние героев. Тогда расширяется эмоциональное качество, и потом мы даем оценку, даем оценку и герою, не просто хорошо и плохо, а и было ли ему хорошо, когда он хорошо сам себя чувствовал. Или какие чувства к нему пришли, когда вот он делал. Например, там баба яга навредила кому-то, да, она счастлива от того, что навредила. Ой, говорит, отдохнула, я успокоилась, душа моя. И тут же думает, что-то еще напакостить. Она успокоилась? Нет. То есть ей кажется, что это ее успокоит, но она не успокаивается. А другой человек пошел, цветочек подарил, полил и успокоился. Успокоился на самом деле? Да, и что почувствовал? Вот мы показываем, что иногда кажется, пойдешь вот, дашь сдачи, побьешь и успокоишься. Нет, не успокоишься. Когда успокоиться? Когда посидели по душам, поговорили о проблеме, да, и вот так анализируем тело. Структура отдельного занятия. Любое занятие состоит из трех частей. Это разминка, основная часть и финал. А заключительная разминка, что делать? Настраиваем ребенка, чтобы он вошел. Можно говорить, насколько важно, чтобы друг другу не мешали. Поэтому предупреждаем, а давайте мы договоримся, что у нас есть такое правило. Будем говорить по очереди. Если это круг по кругу или что-то, не прерывать, дождаться, пока кто-то закончит. Можно вот те, кто ни разу не прерывал никого, подарить какие-то значки. Потому что умение слушать – одно из важнейших, которое многие, даже взрослые, не владеют. Прочитав сказку, даю задание нарисовать героя любовь, придумать продолжение. Клавдия Орешенкова. Верно, очень хорошо. Так, основная часть – уже содержание работ, сказки, потом рисование, театрализация. Мы сейчас посмотрим, как это делается. И в конце мы снимаем эмоциональное возбуждение. Почему? Потому что дети включились. после этого иногда кто-то все еще злится на какого-то героя, хочет что-то делать, выходит, у него энергия из себя кипит. И они взбодоражены. Другие учителя скажут, да что вы делаете с ребенками, с детьми, они бешеные такие встали. Это естественные эмоции. Как мы снимаем? С помощью релаксации, дыхательных упражнений. Подышали, успокоились, помечтали о чем-то хорошем. суставная гимнастика, почувствовали руки, приласкали себя. Может быть, маленькие дети могут друг к дружку приласкать, за спинку повернуться и как котики погладить, а потом поменяться местами. Дети постарше, в 9-10 лет, уже стараются не прикасаться друг к другу. Не все могут прикасаться, особенно мальчики и девочки. Если только мальчики, может быть, девочки, может быть. так сложные. Задача рассказчика создать атмосферу безопасности, во-первых, а потом волшебства. Обязательно наблюдать за реакциями. В разных группах, с разными детьми реакция может быть совершенно разная, потому что любая сказка в начале раскрывает раскрывает проблему, раскрывает внутренне то, что в ребенке имеет диагностический характер. И тогда мы наблюдаем, мы можем направить, знать, в какую сторону вести. Так, Вера Павленко пишет, метод трех я на продуктивку хорошо работает, задаем вопрос детям так, чтобы звучал я. Трех я сделаю, да, я думаю, я чувствую, скорее всего, метод трех я. Я не совсем знаю, это какой метод, но вот прекрасно. Да-да, я думаю, я чувствую, я делаю. Прекрасно. Нет, быть легким, вот рассказчик должен быть легким. Играть с детьми, потому что это игра. И всегда мы в отношении детей принимаем, что нет ошибочного поведения, есть субъективное восприятие мира. Однажды мы с детьми на уроке музыки говорим, а представьте, что вот голос раскрывается, вот как этот цветочек раскрывается. И вдруг один мальчик говорит, он раскрывается и вот так хлопает. Говорю, а что это? Вот это цветок, который пожирает насекомых. Ну, может, вчера, позавчера ребенок увидел такое растение. Говорю, о, как интересно. Да, действительно есть такие. А давай мы сейчас сделаем вот тот, который, а есть ласковые цветы, которые раскрываются? Да. Давай мы сделаем его. То есть это не, мы не говорим, нет, нельзя, не надо. Ребенок увидел это, в нем оставило какой-то след. Оказывается, растение тоже может кушать, хватать, ловить. Поэтому очень важно понимать, что у детей нет ошибочного поведения. Есть свое субъективное восприятие. Иногда это возможно из-за травмы. Я попросила нарисовать рисунок утра, и приносит мне девочка в третьем классе говно. Именно его вот так и нарисован. Говорю, что это? Вот это говно. Говорю, а разве утро может быть, удивляюсь, у меня такое, для меня лично это был шок. А потом вдруг вдохни, успокойся, подумай. Для этого ребенок, ребенка, жизнь именно такая. У нее семья неблагополучная. и каждый день, может, родители это так и повторяют, вот для него такая жизнь. Что можно сделать с этим ребенком? Нечто другое. Сказать, нет, неправильно ты чувствуешь, неправильно ты видишь. Нет. Надо просто направить его видение на то, чтобы в жизни увидеть что-то еще, что-то еще, кроме этого. И мы внедрили практику благодарности. А давайте посмотрим, за что мы благодарны, что у нас сегодня хорошего произошло. Вот солнце светит, смотрите, какая хорошая погода. Ой, котенок прошел, и ребенок начинает вспоминать. И получается, что вот из этого прорастают цветки, цветы жизни, радости. В конце мы закрепляем выводами. Двери в мирские сказки надо оставить приоткрытыми. Что это такое? Это, помните, Шехеразада рассказывала сказки и не досказывала. Вот можно сказать, а знаете, есть еще с этим героем приключились еще другие истории. Но мы об этом поговорим в другой раз. У ребенка ощущение остается, а что там дальше? И в следующий раз придя, они будут ожидать нового чуда. То есть вам легко будет в следующий раз начать занятие. есть очень много книг, очень-очень много, но вот последние, которые сейчас прямо продаются, появились новые книги Хухлаева и Хухлаев, это лабиринты души, терапевтические сказки. Здесь есть сказки, которые они сами, рекомендации о том, как есть, как проводить занятия, и вторая тоже Хухлаева. Можно по темам выбирать и делать. Есть во второй книге психологические игры, упражнения и сказки. Что делается? Вы прям можете выбрать игры на разные стадии. Можно скачать его с интернета, взять в электронном варианте, можно в обычную бумажную книгу. И посмотреть, какие игры можно внедрить. Они очень современные. Умница. Это 50 терапевтических сказок от 30 капризов и страхов. Вот здесь, например, смотрите, содержание в начале рекомендации о том, как это все проводить, а дальше сказки прямо с капризами. Какая тема? Не хочет засыпать? И, пожалуйста, сказки. Не хочет есть, стеснительность. То есть три года, четыре годика. Если мы начинаем работу, самое первое, с чем мы делаем, это самость ребенка. Если он начинает себя уважать, ценить, любить, то отсюда идет, ему легче все остальное сделать. внутренняя самооценка самое важное. И поэтому сказки это работать надо именно с этим. Давайте посмотрим одно из упражнений. Волшебники. Это цель развития эмоциональной сферы. Вначале ребенку можно предложить две совершенно одинаковые фигуры. Это может быть распечатка. Волшебники. контур есть, лица ничего нет. Его задача дорисовать фигуры, превратив одного в злого, а в другого в доброго волшебника. Для девочек это может быть волшебницы. Они дорисовывают. Вторая часть задания ребенок сам может нарисовать отдельно, уже после этого сам придумать, может у него другой волшебник. Дети рисуют очень интересно. Там позы могут быть, мимика какая-то, дополнительные аксессуары, инструменты, у кого какие вещи. Самое важное, как он об этом рассказывает. И добрый, а потом как добрый победил злого. Некоторые скажут, что нет, злой победил, добрый проиграл. Ну что, тогда мы говорим, а чего не хватило доброго? А ты как, почему, а ты хочешь, чтобы кто выиграл, добрый или злой? Некоторые дети могут сказать, я хочу, чтобы злой выиграл. Значит, у него накопленная агрессия, которая хочет выйти наружу. Тогда в следующий раз для таких детей мы выбираем что-то другое. в группе целесообразно сделать выставку рисунок, обсудить вместе. Можно этих героев показать с помощью пантомимы, движения, танцев каких-то или руками мимика протанцевать. Читая ваши вопросы, какие особенности работы по сказкам с детьми умственной осталости неговорящие? Смотрите, умственная осталась бывает разной степени. Мы начинаем всегда с самых простых сказок и смотрим на реакцию детей. И идем по тому, насколько они понимают, что у них есть. Самое важное этим детям первое, вот опять я сказала, чтобы комплекс неполноценности у них ушел, появилась какая-то любовь к самому себя, принятие себя таким, какие они есть. Неговорящие дети, тогда они могут показать, они могут нарисовать, они могут слепить из пластилина, и не важно это похоже или не похоже, они могут выбирать по цветам, могут пальчиками показать, мимикой показать, то есть использовать все остальное тело. Возрастные особенности какие? Дети 3-4 лет предпочитают подвижные игры, поэтому они долго сидеть не могут, нужно, чтобы чуть-чуть рассказали, а потом показали, а медведь как ходит, а кошка какая, а как она сказала, да, вот они двигаются, давайте вместе вот побегаем вот, или подвигаемся, покажем, какие ушки у зайки, вот, и это, они делают, тело включается, и хорошо. Дети в 5-6 лет уже способны немножко, немножко контролировать свое поведение, они могут ненадолго посидеть, они могут описать свое эмоциональное состояние, а как вы думаете, что чувствует этот герой? И они чувствуют то, что сами чувствуют, сопричастны с этим, мне рассказывают, 7, да, кстати, дети в этом возрасте уже хотят быть активными, они, я хочу быть водой, я хочу быть там главным, поэтому если там меняются какие-то роли, лучше через считалки или камень, ножницы, бумага, чтобы сами выбирали и не было напряжения. 7-8 лет дети способны выполнять словесные задания, когда с удовольствием рисуют, демонстрируют, уже довольно глубоко анализируют внутренний мир. В 9-10 лет дети немножко сжимаются, они меньше высказываются, но более глубоко чувствуют, они менее открытые, им сложно высказаться, иногда нарисовать им может быть легче, они труднее им иногда прикасаться, вот прикоснешься к ребенку, он сожмется, а другой наоборот любит приласкаться по-разному, то есть мы наблюдаем. Дети в 3-4 года работают длительность работы над сказкой 10-20 минут, дальше мы вводим игры, какие-то другие занятия, они отвлекаются. В 5-6 лет оптимальный размер группы 6-7 человек, немного, чтобы каждому было уделено достаточно времени, каждый успел высказаться, сказать, что он хочет. Продолжительность занятий 25-30 минут, я понимаю, что не всегда это возможно сохранить, но вот это оптимальный вариант. Для детей постарше до 10 человек и продолжение 45 минут, потому что все-таки мы имеем в виду, что это терапевтические сказки, это необычная сказка, и мы работаем над тем, чтобы корректировать поведение ребенка. И в группе должно быть не более одного гиперактивного ребенка, если есть гиперактивный, то с ним заранее надо проводить работу. Что делать, если дети плохо себя ведут? Этому может быть несколько причин. Ну, наиболее распространенные, уже сидели, устали, тогда надо подвигаться, тело засиделось, двигаемся, встаем, прыгаем, танцуем, что-то делаем. Затянулось упражнение, иногда упражнение настолько хорошо идет, второй круг начинаете, а второй круг они уже устали, тогда переключаемся. устали, просто устали, потому что долго, расслабляющие упражнения и завершаем занятия. Расслабляющие обычно это дыхание, потянулись, потягушечки, потрясающие вещи. Вот здесь сказка. Друзья мои, у нас время вроде заканчивается, если у вас есть еще время, мы бы минут на пять еще задержались, и я расскажу о развитии эмоциональной сферы. Если торопитесь, вы потом в интернете посмотрите, хорошо, на ютубе будет запись. Вот гулял по лесу пес, вдруг навстречу ему лисенок с огромным букетом цветов поет и песенку поет. Увидел лисенок, пей с песика, подошел к нему и подарил ему букет. Удивился песик и спросил, а за что? Да просто так ответил лисенок и побежал дальше. Постоял, постоял песик и тоже побежал на речку. И мы задаем вопросы, а что чувствовал лисенок? С вами тоже, наверное, бывало? Расскажите. И ребенок рассказывает. Здесь, во-первых, диагностируется сама какая-то сфера, было, не было, или уже настраиваем на положительный лад. Дальше все идет. И отличная идея говорить в микрофон, тогда он передается детям, и каждый ждет, пока к нему придет микрофон, и только тогда он говорит, и передает только тогда, когда уже закончил. Ну, здесь сказка, друзья мои, вот две сказки, уже сами прочтете. Есть такая вещь, как поучительная сказка. поучительную сказку читаем и обсуждаем. Вот мне очень понравилась эта сказка Сухомлинского «Дуб под окном». почитайте. Ну что ж, я вижу, у вас время закончилось, всеми мы заняты, и время 14.00. Благодарю вас всех, друзья мои, за ваши отзывы. Надеюсь, получили интересные элементы, моменты, мысли, которые сможете прямо сегодня или завтра уже включить свою работу. Большое вам спасибо за отзывчивость, и благодарю вас. До свидания, до новых встреч. У нас будет еще много интересных, интересных вебинаров. До свидания.